Большим удовольствием. И надо отметить, что администрация находит всегда возможность именно поддержать вот такие вот отдалённые муниципалитеты. Пока юная сборная Причального под одобрительный шум болельщиков в новой форме стремится к своим первым спортивным победам, администрация Кольского района приглашает северян на ещё один праздник. Теперь в Туломе. Дорогие друзья, у нас впервые будет проходить хоккей в Валенках. 15 декабря мы ждём всю Мурманскую область. Артём Дашевский, Юрий Сысков, Вести Мурман. В Мурманске сегодня наступила полярная ночь. Солнце скрылось с горизонта и только в январе мы увидим следующий восход. Наступившая полярная ночь продлится на сутки дольше, чем обычно. Это связано с накопившимися остатками суток, которые будут компенсированы только в феврале. 2020 год високосный. Так что снова привыкаем жить в сумерках. Самые тёмные дни будут с 19 по 23 декабря. Ну а здравствуй, солнце, скажем, 12 января. Первый световой день продлится ровно 54 минуты. В любое время и обязательно в полярную ночь будьте в курсе событий региона. Адрес нашего сайта Мурман.ТВ. Далее в эфире канал «Россия. Тайные следствия». Не переключайтесь. Всего доброго и до встречи. По данным центра ФОБОС, 3 декабря по области ожидается облачная с прояснениями погода, пройдёт кратковременный снег. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 3, минус 12 градусов. Днём 0, минус 5, местами до 10 мороза. Мурманске ночью минус 8, 10, днём 3, 5 градусов со знаком минус. Атмосферное давление будет расти и составит 740 миллиметров портутного столба. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова